18 декабря, Светлана, письмо называется Детский сад. Юлия и Евгения, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Юлия, снова к вам обращаюсь за злободневным вопросом для нас. А ситуация для нас такая. Мы ходим в коррекционный детский сад в группу с задержкой психоречивого развития. Сын не агрессивный, веселый и истерик практически нет. Ходим всего лишь на полдня. Сын давно отказывался от дневного сна. Сколько ему? А, нет, я не читала, да? От дневного сна. Поэтому просили до сна забирать. Адаптировался на ура, идет в сад с удовольствием. После трех месяцев нахождения в саду и после комиссии по МПК, наверное, нам отказывают в посещении его. Ну, видимо, сняли, может быть, задержку психоречивого развития. Это же коррекционный сад, туда только на коррекцию детей берут. Так как нам государственный психиатр ставит предварительно раз. Были у другого специалиста, от него прозвучало, что, возможно, сенсорно-моторная аллалия. Все может еще меняться. С мужем боремся и добиваемся, чтобы остался в этом саду. А коррекция, коррекционный сад по какому? Может быть, он там по опорно-двигательному, а вы сенсорно-моторная аллалия. Это же надо в логопедический сад. Почему вам отказывают-то? В группе малых деток есть похожие мальчики. Обычный сад не рассматривал, не хотел из-за большого количества вербальных детей. Боялась, чтобы не обидели, конечно, там меньше внимания от персонала. Заведующий нашего сада твердит, что если бы в бумаге от комиссии было бы написано ЗПРР, то милости просим, а так как раз не могу оставить. В этот сад пошли прежде всего для социализации. Видите, тянется к деткам, но не знает, как взаимодействовать с ними. Думала, воспитатели смогут помочь. В силу дефектолога и психолога в госсаду не верю. Поэтому нам это не важно. Поэтому нам это не важно. И после сада ходим на занятия к профессиональным специалистам. Юль, скажите, пожалуйста, можем ли мы требовать посещать? Посещать группу с ЗПРР. Официально ее так называют. Хотя я теперь уже знаю точно, что если в 4 года ребенок молчит, то это уже не ЗПРР, а что-то другое. Задержка психоречевого развития – это общая формулировка. Это не диагноз. Это просто как бы констатация факта. Просто вот ребенок кашляет, но это же не диагноз ребенок кашляет. Нет такого диагноза. Диагноз – пневмония, бронхит, рахиит и так далее. ЗПРРР – констатация факта. Должен конкретный диагноз стоять. Вот я так понимаю, раз вам поставили. Но я, честно говоря, с ПМПК дел никогда не имела. С коррекционными садами тоже дел не имела. Поэтому я не знаю, какой у них устав, какие у них приказы и какой приказ приходит с департамента образования по поводу, с каким диагнозом туда берут. Сложно сказать. Знаешь, у них же есть условия, что, допустим, они могут за детей только с вот такими заболеваниями? Да, у них перечень, они по бумажке работают. Если у этого нет этого заболевания, они просто физически не могут принять это? Да, потому что все государственные сады работают под департаментом образования или управлением образования, когда им сверху приходят приказы, и они этим приказам соответствуют, соответственно, как я тоже в детском саду, когда работала. Задержка психочеревого развития – это, опять же, констатация. А диагноз раз? Я не знаю, я не буду рассуждать на эту тему. В общем, не скажу, не знаю, с каким диагнозом берут. И поэтому я буду его отчислять. Так, так, и они... Так, а что-то другое? Ну, у других детей в бланке записана задержка психочеревого развития, и они ходят в эту группу, а у нашего – раз, и поэтому я буду его отчислять. Это, видимо, Заведович сказала. Это слова Заведовича. Где справедливость? Юля, помогите, пожалуйста, разобраться. Заранее спасибо за ответ, буду очень ждать. Не знаю, берут ли в коррекционные государственные сады раз. Наверное, берут. У нас сейчас инклюзия, сейчас вообще в обычных группах берут и аутистов, и раз, да? Инклюзия же везде. И в школе, и в саду, и дауны у нас, и все находятся в общей массе. Ну, ничем не помогла, я не знаю. Попробуйте попросить комиссию приделать справку на... Так подожди, наоборот, все родители добиваются, чтобы им поставили конкретный диагноз, и они могли... Тогда еще и десант с вашим диагнозом. Да, а это уже конкретный диагноз. Это хорошо, что не ЗПРР, это потому что вода на киселе, ЗПРРР. А здесь конкретно поставили раз. Тогда идите в... Тогда в Горано. В Горано. Спрашивайте, есть ли сады под наш диагноз, а они наверняка есть, и требуют путевку туда, если это госсад. Ну, наверное, так. Вот. Или попросить приказ от департамента образования, с какими диагнозами работает коррекционный сад. Я думаю, что заведующая там не выделывается, и нет. Ну, просто не может, да, шагнуть дальше. Просто они там все в рамках сидят. Законов. Светлана, мне помогли. 18 декабря, детский сад. Сколько лет, не знаю. В общем, это ПМПК, госсад, ЗРРР. Поговорили. Я уже даже по диагнозу. Ну, нужно искать, да, 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 конечно. Есть же где-то что-то. То есть, если поставлен диагноз, значит, ну да, идет, все. Да. А, не взять ребенка в детский сад. Конечно, тут никто... А, вот тут вдогонку. Вопрос о детском саде. Юлия забыла поблагодарить за то, что вы посоветовали центр Скалина. Мы ждем результатов и уверены, что полученный недостаток микроэлементов нам очень поможет. Да, конечно. Может быть, раз у вас это, аутизм не истинный, а вот приобретенный, может, можно что-то будет сделать. Поэтому здоровья вам желаем разобраться с этим делом и не опускать руки. Ищем, боремся, помогаем ребенку. Ответим.